С молитвой, чтобы нам была помощь свыше, чтобы мы вынесли из этого, как вы говорите, свет Торы. Ламы Ашем Таамот Берахок. А почему? Всевышний, стоишь далеко. Таалим, Таалимный Тодбецарам. Скрываешься во времена бедствий. И мы понимаем, что посвящен этот псалом. Псалом посвящен, скажем, теме, похожей на то, о которой мы говорили, когда сыновья Израиля находятся в Галуте, в изгнании, и говорят, где народы мира говорят, где Всевышний, а Всевышний все, что он хочет, Всевышний на бесах, и все, что он хочет, он делает. Вот такая картина, которую мы с нами обсудили относительно изгнания. Здесь речь идет, возможно, о более частном человеке, о людях, когда властвуют злодеи. Или кто-то попадает в руку злодея и не может выбраться. Мы знаем, что в Гемаре, в Брахот на седьмом листе есть вопрос, почему есть праведник, и ему плохо. Раби Мейер говорит, что Всевышний не открыл до конца те пути управления, которыми он управляет мир, мудрецы вводят понятие страдания из-за любви, когда у человека нет греха, или этот грех совершенно непропорционален тем наказаниям, которые он получает. Это Всевышний хочет его продвинуть вперед, это бывает только с праведниками. Там же в Гемаре есть еще спор мудрецов, можно ли выставать против злодеев, можно ли противставать против злодеев, в том смысле, что сказать ему напрямую, что ты злодействуешь. И тут Реш-Лакиш и Раби Ханан разошлись во мнениях. Раби Ханан говорит, что он приводит послуг, тоже из Тегилим, кивала, раша, цадик, мемену, что злодей проглатывает праведника, более праведного человека, чем он. Он говорит, более праведного, но не полного праведника. Полного праведника никогда не проглотишь, никогда не съешь. Так что мы видим, что эта проблема остается вечной. Она, скажем, Раби Мир говорит, что она вообще скрыта от человека, почему праведник страдает. И Давид к ней возвращается здесь к проблеме торжества злодея. Времени, когда злодей торжествует, он возвращается еще раз. Возвращается как молитва. Почему, Бог, ты стоишь далеко, скрываешься во время бедствия, когда человеку плохо, в том смысле, как мы увидим из Псалма, что его притесняют, его злодеи притесняют. А почему ты скрываешь себя? Что это за почему? Что это за почему? Это, может быть, в этом есть оттенок упрёка Всевышнего, переживания за человека, который страдает. Но в любом случае, это молитва. Как Маше говорит Всевышнему после греха золотого тельца. Почему египтяне скажут? Зачем тебе делать так, чтобы египтяне говорили? То есть, можно сказать, что упрёк от души. Всегда возможно, если человек только не идёт до конца. Почему ты Всевышний так делаешь? А если за этим следует молитва, если это исходит из чистого сердца, если в основе всё равно лежит вера, в глубине души лежит вера, что всё, что творит Всевышний, это всё справедливо, что мир устроен по суду, то, возможно, такой вопрос. Почему? Он превращается в молитву. И это переживание не только за человека, но и не только за человека. Может быть, у Давида не столько за человека, как за то, что Всевышний скрыт. Его не видно. И у людей, у злодеев, как мы увидим, возникает возможность говорить, ну, Всевышний не видит. Всевышний не видит. Почему ты стоишь далеко? Как бы стоишь далеко? Я знаю, что ты здесь. Почему ты не показываешься? Почему ты не проявляешься? Почему ты не судишь? Почему ты не защищаешь человека бессильного, над которым господствует, властвует злодей? В надменности, как здесь по-русски переведено, в гордости злодей будет гнаться, преследовать. Гнаться, преследовать человека бедного. Человека бедного. Мы понимаем, что это общая тенденция обрушиться на слабого, обрушиться у него меньше, как бы, средства защиты есть, обрушиться на человека праведного, скромного. Они и Анаф очень близкие слова. И это общая тенденция. О ней говорит также и царь Шламов Мишлей. Он говорит, сын мой, если тебе скажут, пойдем, поставим засаду на Альдамнаки, на чистую кровь, на праведника. Не иди с ними. Не иди. Правильно, не иди с ними. У нас разве было сомнение. Конечно, не иди с ними. Но то, что нас здесь интересует, то, что один карман у нас будет, будем делить добычу, дам на кино человека невидного, на человека простого. Пойди справься с другим злодеем, который умеет злодействовать, у которого есть сила. Обычно притесняют бедного. А здесь как еще? Гонятся за бедным, пока не оберут его до последней копейки. И здесь есть еще гава, гордыня. Есть чувство собственного превосходства. Потому что другие люди... Есть люди, которые живут духовным. Их наполняет духовность. И это для них достаточно основа для наполнения жизни, цели, духовности. А есть люди, которым нужно возвышаться над другими. Естественно, что это чаще люди, у которых меньше достоинств, меньше способностей, или они не развили свои способности, они предпочитают возвышаться над другими. И здесь там Давид в двух словах обрисовал злодея. Есть такой... Ходит на пыжины. Это что? Это что? Это куда? В все мое. Кто это тут у меня на... И кто это только у меня на дороге стоит? Это основа его существования. Так он доказывает сам себе свое право на существование. Это на самом деле очень общая черта давить и подавлять именно бедного и неимущего. Тора. Она очень распространена в мире. И Тора ее описывает, можно сказать, устная Тора, на примере Сдома и Амуры. Нам рассказывают о том, что в Сдоме и Амуры законы были установлены такие, что, скажем, если тебя побили, то ты должен платить, потому что ты сам виноват, что ты слабый, ты не умеешь дать сдачи. Вот тебя проучили за учебу, за науку, ты должен платить. Милость в... оказание милости в доме, в Сдоме было запрещено. Мы можем подумать, что это какая-то картина абстрактная или, скажем, гротескная, доведенная до какого-то предела. Нет! В мире это действует постоянно. Постоянно. Сила оказывается уважаемой, А слабый человек, он оказывается неуважаемым, скажем. И это бывает и в жизни. Это психология человека. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не попасться на это, чтобы притеснять именно слабого. Именно слабому показывать свое превосходство над ним. Это... нужно быть очень аккуратным и следить за этим в жизни. Но если говорить в обществе, скажем, да, в... Скажем, начнем с нееврейского общества, да, то это постоянно, да, постоянно. Мы возьмем, как бы, опять же, как самый сильный пример, да. Вот мы говорим «Сдом», да. А кроме «Сдома» есть фашизм, да. Есть Ницше, который возвел эту, скажем, теорию силы, возвел, построил теорию силы и силы дал превосходство. Фашизм. Что такое фашизм? Да, вот, скажем, почему Гитлер в «Майн кампфон» обвиняет евреев в том, что они изобрели понятие совести, да, и говорит, что это оружие слабых, да, призыв к милости, проявлять милость, милосердие, взывать к совести – это оружие слабых, да. Человек должен быть сильным, да, то, что уважаемо – это сила, да, и надо создать нового человека, новое общество, в котором уважаема сила, да. В каком-то смысле, в каком-то, да, и, а что, скажем, человек, скажем, не дай бог там ущербный, там, скажем, калека, родившийся с недостатками, что с ними Гитлер делал? Истреблял, да, истреблял. Всех инвалидов просто он истреблял, да, потому что сила, да, это, сила – это самое главное, да. Ницше вводит тему, чтобы не вдаваясь в подробности, он вводит понятие супер-менч, да, сверхчеловек, да, это, как бы, нечто божественное, да, проявление силы, когда человек проявляет силу, когда общество проявляет силу, в этом есть нечто в Борисе, да. Масса теорий, да, результат один, да. Милость отталкивается, милость неубажаема, она исключается из общества. Интересно, что общество не может так существовать долго, да, оно обязательно приходит к разрушению, потому что сама по себе идея милости, хоть в каком-то её виде, пусть даже, может быть, не совсем верным, она поддерживает существование общества, она позволяет обществу развиваться, да. Одно, скажем, и если общество коррумпировано, а коррумпировано – это что? Это, как правило, обирают бедных, да, неимущих. Есть клан, есть клика какая-то, есть какая-то прослойка, которая заняла положение, оно обирает бедных, да, обирает людей неимущих, слабых, да. Такое коррумпированное общество, оно не может существовать. Если коррупция достигает определённого предела, то всё общество не может развиваться, да. Вот, возьмите, арабские страны, да, скажем, то же самое. Очень, скажем, да, может быть, скажем, очень интересно или очень печально, что это свойство, да, оно, по крайней мере, иногда проникает в еврейский народ, да. Вот мы у двух пророков, мы встречаем это, у Ишаягу в первой главе, да, он начинает говорить о недостатках общества, и он, у него, как бы, прорывается, да, Медраж говорит, что Всевышний упрекнул за это, но у него прорвалось, как бы, к цине из домов Виамора. Он говорит, да, те, кто занимает положение, к цине им, как бы, офицеры, да, но здесь не обязательно офицеры, люди, которые занимают положение, они как в доме Виаморе, да, они как судьи в доме Виаморе, они бедного засудят, неимущего засудят, а сильного они поддержат, да. У Ехескеля, это у пророка Ехескеля в несколько другом плане. Он говорит, обращается на меру Израиля, да, вы всё время рассказывали притчу про доме Виамора, да, а сами вы как, да, посмотрите, да, вот это с домом Виамора, да, а сами вы как, у вас проявляются те же самые, те же самые качества, да, это проявляется очень часто. В жизни можно провести много примеров, когда человек почти инстинктивно, он становится на сторону сильного, и он давит, подавляет слабого, да. Здесь Давид берёт такую картину, да, вот, надеясь, что после того, как мы поговорили, понятную, да, он прежде всего, он спрашивает у Всевышнего, почему злодей своей гордыни, да, преследует бедного, не только обирает, преследует, пока он его не загонит в углу совсем, пока он не успокоится. Гордыня, ему важно не только деньги, ему важно своё утвердить, своё собственное достоинство, да, в своих глазах и таких же, как, в глазах таких же, как он, да. Если вы, не говоря обо всех, да, вы представите себе такую обстановку среди, скажем, бизнесменов, да, не говорю о всех, не то, что нету честных людей, но так, как можно представить себе, да, это гордыня, это желание показать себя, это своя сила и богатство, это является единственным самоутверждением, да, самоутверждением, да, и, как правило, такие люди, они не ведут честный бизнес, они как раз заняты тем, что они обирают бедных, да, и, скажем, сам жульническим образом, да. Это картина, которую Давид нарисовал в одном, как бы, в одном предложении, в половине предложения, да. Вот, что дальше? Итавсубемизимот зухашаву, да. Здесь сложный пасук, да, мне нравится и больше, как бы, подходит его, подходит для меня более вот такой непростой смысл, да, и, скажем, простой смысл, да, как мы можем посмотреть русский перевод, да, ах, схвачены будут кознями, которые замышляют они, да, итавсубемизимот зухашаву, да, бедные, они попадают, как бы, в сети, в замыслы, мизима, да, это, как правило, зумем, как правило, это строит козни, злоумышляет, да, делает что-то тайно, вот, и бедные попадаются на козни, которые замышляют, замышляют злодеи, да. Несколько скрытый смысл, о котором говорит Мальбин, да, он говорит так, что Давид здесь еще хотел сказать, да, итавсу, да, люди могут попасться, бедные, да, итавсу, они могут попасться, да, да, бедные, мизимот зу, да, на этими размышлениями, на этих размышлениях, о которых они, о которых они думали, то есть о каких размышлениях они думали, о какой, на этой мысли, да, о которой они подумали, какая мысль, то, что он сказал сейчас, да, что Всевышний стоит в стороне, Всевышний скрылся, да, человек не должен так думать, да, Человек всегда должен обращаться ко Всевышнему с молитвой. Если даже он попал в тяжелое положение, если он не может ничего сделать, если ему кажется, что Всевышний скрылся, надо обращаться ко Всевышнему с молитвой, не смиряться с этой мыслью. Ну, злодей господствует, всё, я ничего не могу сделать. Когда он ничего не может сделать, надо молиться Всевышнему, чтобы праведливость остановилась. То есть здесь два пласта. Один, как мы видели, по-русски переведено по простому смыслу, что попадаются на эти козни злодея. А второй смысл, несколько скрытый, что люди попадаются на то, что они думают, что почему Всевышний отдалился, Всевышний отдалился. Они жалуются на справедливость друг к другу, и всё время говорят, что злодеи господствуют, злодеи торжествуют. Не надо попадаться на это, не надо на этот круг жалоб всё время попадаться, надо молиться Всевышнему. Когда ты не видишь выхода, молись Всевышнему. Справеднее, не жалуйся. И не думай, что всё просто так. Где-то есть причина. А ты не знаешь её, молись Всевышнему. Ки-гилен-раша-аль-та-ват-на-вшо. Ещё один психологический момент. Злодей хвалится прихотями души своей. Прихотями души своей. Целая психологическая зарисовка в одном предложении. Люди праведные, они чем гордятся, хотя бы самими собой. Что вот, удалось что-то ещё выучить, удалось что-то постичь, удалось сделать хорошее дело, удалось помочь кому-то. И это для них то, чем они гордятся, или то, к чему они стремятся. Ценности, как говорят, приоритеты ценностей. У человека есть в жизни приоритеты ценностей. Что на первом месте, что на втором месте. И понятно, что у духовных людей есть цели определенные, к которым они стремятся. И когда они их достигают, или полностью, даже частично, они рады, они радуются. Злодей чему радуется? Чему радуется? Какие у него приоритеты ценностей? Удовлетворить того прихоти своей души. О, я вот это сделал, да. Я вот это приобрёл, да. А вы смотри, какая у меня здесь золотая статуэтка стоит. И там кто-то рассказывает ещё о чём-то там, скажем, как он удовлетворил свои самые низменные желания и так далее. Он хвалится. Другой бы припрятал это. Припрятал бы это. Сказал бы, я там проявил слабость, это нехорошо. Зачем же я буду об этом рассказывать? Он будет хвалиться этим. Киилель, Раша, Альтаават, Навшо. И приоритеты ценностей выстраиваются по прихотям. И хвалиться он будет по прихотям. Он не будет их прятать. Если это нарастает в обществе, то в обществе утверждаются ложные приоритеты ценностей. Это ударяет по людям. Они воспитываются в этой атмосфере. И задача царя, как мы представляем, если говорить о Давиде или даже представить какого-то идеального царя, были правильные цари. Задача царя, прежде всего, утвердить высокий моральный уровень в народе. Утвердить высокий моральный уровень в народе. И Давид так понимает свою задачу. Он пишет книги Таилим. Шламо понимает так свою задачу. Он пишет книгу Мишлея. И с книги Мишлея мы видим, что он повсюду установил школы изучения Торы. Это задача царя, скажем. Развивать, я могу сказать, культуру. Высокую культуру. Воспитывая людей на высоких ценностях, развивая их душу, уточённость их души. Если страной начинают управлять бизнесмены, в том плане, в каком мы с вами представили... Я опять же не хочу очернять всех, но как мы представили вот этот слой? Это катастрофа. Катастрофой утверждаются ценности ложные. Совершенно ложные ценности утверждаются. В одном предложении славится, прославляет человек, не прячет, а прославляется, хвастается прихотями души своей. Мы помним у Еремияву похожую строчку. Пророки очень много берут у царя Давида. У Еремияву мы помним похожую строчку. Не совсем как бы в этом плане. Но он также говорит... Аль-Тидгалель хахам би хахмато. Аль-Тидгалель гибор би гвурато. Аль-Тидгалель, 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 ашир би оширо. Быма-Идгалель медгалель. Бе-ю-де-а-гашем усет зда-ка у мишпа. Мне просто так легче вспомнить. Пусть не хвалится мудрой своей мудростью, не прославляется, пусть не прославляется сильной своей силой, пусть не прославляется богатой своим богатством. Чем пусть прославляется человек, мы здесь прославляется, возьмём как приоритеты ценности. Чем он гордится перед собой, чем он стремится. Что это такое? Знает Всевышнего. Это достойная действительно ступень, качество. Знает Всевышнего. В каком плане знает Всевышнего? Усет зда-ка у мишпа. Он умеет делать суд и умеет творить милость и справедливость. Он умеет это. Этим стоит гордиться. Немножко по-другому, но мы видим, что мотив, скажем, у Иеремия, тот же самый. Дальше. Буцеа берых не эцгашев. В Буцеа можно беца. Беца имеет два значения. Беца, прежде всего, это, скажем, можно сказать, прибыль. Беца также разломил. Это имеет древний корень пересечения этих двух понятий отломил, скажем, и прибыль. Потому что в древнем мире, во времена, скажем, Авраама не было монет. А расплачивались, скажем, металлом. Может быть, не обязательно даже драгоценным расплавились металлом. И у человека было нарезано. Нарезано, сколько он может отломить или сколько он должен отломить, чтобы отдать и заплатить другому. Поэтому вот прибыль и надломить, они пересекаются здесь в этом слове как два понятия разных, которые имеют общий корень. Что я, какая моя прибыль, как то, что мне обломилось, то, что меня отломили. Но в языке это получило переносной смысл, которым пользуется Давид. Боцея – это нечестная прибыль. По крайней мере, нечестная прибыль. Боцея Берех – человек, который обретает нечестно, он благословляет. Нет, Зашин, это отвратительно Всевышнему. Давид говорит, такой человек, скажем, которым мы себе представляли, он может и соблюдать заповеди, и субботу. И вот он сел за свой богатый стол. И он берет хлеб, прилавняет хлеб и благословляет. Говорит, благословен Всевышний, который производит хлеб из земли. Если он весь этот стол свой обрел тем, что он притеснял бедных, обирал людей, то это только отвратительно Всевышнему. Он не благословляет Всевышнего на самом деле, он позорит Всевышнего, делает отвратительное для Всевышнего. Отсюда Галаха есть в трактате Брахот, который мы сейчас учим, когда в фильме есть Галаха. Говорится, что накраденное не говорят благословения. Можно представить себе случай, что человек украл, взял без спроса, потому что это для спасения жизни. Галаха такая, что для спасения жизни человек может взять что-то или нанести вред другому, имуществу другого, но он должен будет потом тут же, при первой же возможности, заплатить и вернуть. То есть спасение жизни превосходит и такой запрет, как воровство, нанесение учеба другому. Потому что сейчас, в данный момент, потом, конечно, надо будет заплатить. Ты берешь без спроса, ты не можешь брать без спроса. Что-то случилось. Говорят, скажем, что в любом случае, наворованные не говорят Брахот. Наворованные не говорят Брахот. Воровство может быть и по ошибке. Вдруг понял, что взял чужое по ошибке. Наворованные не говорят Брахот. Потому что, как мы с вами прочитали, тот, кто получает нечестную прибыль и говорит благословение, это отвратительно Всевышний. Роша, Роша, Кегова Апо, Балий Дрожь, злодей, в Кегова Апо, когда, скажем, можно перевести, как он возвысил свой нос, задрав нос, Балий Дрожь, он не ищет. Не ищет путей Всевышнего. Он ищет совсем другие пути. Более того, что у него в голове? Почему он не ищет путей Всевышнего? Почему он не старается сделать в соответствии с желанием Всевышнего? Он говорит, «Эйни луким, эйни луким коль мизимута». Нет Бога, это все его помыслы. Иногда это нет Бога. Это не буквально нет Бога. Он и заповеди может соблюдать. Он живет с таким ощущением, что Бог не видит, что Бог оставил. Опять же, как пророк Ехискель обращается с упреком к жителям Иерушалайма и говорит им, что вы думаете, что вы представляете, когда вы не ищете пути Бога. Вы говорите, «Азабов всем это арет». Всевышний оставил землю. Мы же видим, что происходит. Мы не можем устоять против Бабеля, против Павелона. Оставил всевышний землю. Мы видим, что происходит. Власти, они, скажем, далеки от праведности. Они притесняют. Всевышний оставил землю. Это упрек Ехискель. А здесь Давид говорит, что он не ищет Всевышнего. И все, что он делает, он исходит из того, что нет Бога, как нет судьи, нет суда. Нет судьи. У него может быть разная реакция. Он может сказать, что когда ему скажут, ну, скажем, кто-то скажет, что призовет его к совести, он скажет, а судьи кто? Вы посмотрите, как другие делают. А судьи, которые устанавливают порядок, как они порядок устанавливают? Вы что думаете, есть суд, есть справедливость? Из этого он исходит. Это, скажем, это посылки злодеев. Естественно, что Давид призывает, это и молитва Всевышнему, молитва, чтобы он остановил злодеев. И это и призыв к нам, да, смотреть и быть осторожным, чтобы не поступать таким образом, никогда не говорить, да, ну, как бы, да, все воруют, да. А судьи, они кто? Они же сами, как бы, да, у них зарплаты и вот, и всё и такое, и прочее, да. Да, так что же мы, вот, что же мы будем пытаться идти по закону справедливости, по закону Торы, да, и вот всё равно нет суда, да, нет суда. Значит, чтобы этого никогда не было, чтобы такая мысль никогда не попадала в голоду. Давид зажалуется Всевышнему, да. Он говорит, успешной, успешной дороги злодея, можно сказать, во всякое время, твои суды, они выше него, как бы, да, они выше него, проходят у него, как бы, над головой, не задевают его, да, все, то есть, бедствия, несчастья, да, которые ты, может, посылаешь людям, которые, может быть, тоже не очень праведные, но вот злодей вот такой, да, который вот похваляется, и, да, его твои суды не задевают, но, венегдон. Более того, кольца Рурафья Фир Баэм, он ещё пользуется обстоятельствами, которые ты посылаешь в мир, как наказание кому-то, он ещё пользуется, да, чтобы смести всех своих, всех своих противников, всех своих притеснителей, да, то есть, Всевышний посылает в мир иногда какие-то испытания, какие-то наказания, они не задевают, есть злодеи, которых это не задевает, они, более того, не пользуются ситуацией для того, чтобы смести всех своих противников. Амар Балибо Балимод, да, и такой злодей говорит, да, я в своём сердце, я никогда не пошатнусь, да, Лидор Бадор, из поколения в поколение, я построю, вот, и своим детям оставлю наследство, и научу их, как жить, да, и я никогда, никогда не пошатнусь. Ашер, лоб и рай, никогда не будет плохо, да, это всякие там, понимаете, искатели правды, люди совестные, да, пусть они перебиваются, как говорят, с хлеба на воду, да, вот, а я научу, я научу из поколения в поколение жить как следует, да, жить в достатке, вот, и это будет продолжаться из поколения в поколение. Пи-ху, а-ла-пи-ху, м-але, да, клятвами полон его, клятвами полон его род, да, ещё одно такое свойство, характеристика злодея, да, он клянётся направо и налево, обещает направо, обещает направо и налево, да, человек, как правило, дающий, дающий обещание, он испытывает трепет и не только боязнь перед кем-то, он испытывает трепет и перед Всевышним, да, он поклянётся тебе, да, поклянётся тебе, умермот в итоге так отлшено, а обман и внутренний такой, тох, внутренний смысл, двойной смысл, да, тахал-чуно, это под его языком, вот, амаль, амаль-ви-авен, мирмау-вэ-то, а, скажем, да, клятвой полон его род, обманом и внутренним смыслом, то есть, когда он клянётся, у него же есть обман, да, вот, рассказывают такую притчу о, о шламо, да, вот, о мудрости шламо, может, она несколько такая примитивная, но из неё можно выучить несколько голоход, из этой притчи, да, что пришли к человеку, пришли к шламо два человека на суд, вот, и они жалуются, что они шли по дороге, легли спать, и пропало, пропали те деньги, которые у них были общие, кто-то один из них взял, да, шламо говорит, хорошо, поклянитесь, да, говорит одному, ты поклянись, тот отдаёт свою трость своему товарищу, поднимает руки к небу и говорит, да, клянуть, что у меня нету этих денег, да, тот же шламо велел разломать этот трость, посох его, и оттуда посыпались, посыпались деньги, да, вот, то есть, он клянётся, да, но обман и двойной смысл, да, присутствуют его, в его клятве, да, вот, он потом ещё нас скажет, да, он потом скажет, ну, я же, я же тебе, я же тебе говорил, я же тебе говорил, ты не понял мои слова, да, вот, как может быть, не перед выборами, будь сказано, да, после того, как Натанияву, после того, как Натанияву первый раз избрали, да, он, в общем-то, неожиданно для всех пошёл по пути признания договора ОСЛ, хотя его можно уже было закончить, он был рассчитан на пять лет, да, договор ОСЛ, его можно было закончить, он его признал, он его продолжил, да, было то, что называется why plantation, да, вот, и когда ему говорили, да, мы же тебя избрали-то не для этого, и ты же обещал, говорит, а что я, говорит, обещал, да, надо было watch my lips, надо было следить за моими губами, да, есть такое выражение по-английски, да, вот, я говорю, ну, надо же следить за моей интонацией, за выражением лица, да, за каждым словом надо следить, я же вас, я же вас фактически предупреждал, вы просто не увидели, да, это пример того, что здесь происходит, да, вот, он клянётся, и клянётся всё правильно, да, как тот человек, который отдал свой посоль, говорит, у меня нету денег, смотри, да, но одновременно, одновременно, когда он клянётся, да, его уста полны, его рот полон клятвы, и это обман и внутренний смысл, да, внутренний смысл, так хорошо, но, амальвы авен, под его языком, под его языком притеснения и нечестия, да, вот, это так характеризует язык человека, да, вот, многие, многие политики говорили, очень моё лицо, я же, я же вам говорил, вы просто не поняли, да, надо было, как следует служить, надо было понимать, что я говорю, да, а то вы, а то вы надеялись, понимаете, вы понимали, так это вот, а я, да. Это может не совместно себя растолковывать, но это то же самое, вот, главный, Шефартикерамин тоже сказал, вы же меня неправильно поняли, ну, неправильно поняли, это, это, неправильно поняли, это обычно, если бы он говорил дома, с рабочего одним столом, это одно, а так, если там камеры были, так далее, то есть, вот, неправильно поняли, это обычное, обычное оправдание, среди политиков, среди, там, скажем, да, и главных раввинов, тоже можно назвать политиками, вполне, что? Я тоже в ролике записывал, что я хотел сказать, как бы объяснял. Правильно, да. Но потом, ну, всегда же можно сказать, вы меня не так поняли. Я вложили, как говорят, и с удворимой к шерам. Слова не так истолковали. Это всегда. Это всегда можно. Это вы правильно говорите, но тут немножко другой. Человек должен нести ответственность за свои слова. Ну, как всегда говорит, он же... Да, не надо. Это я не говорю, не будем брать его в пример, но вообще, в принципе, это очень часто случается. Человек что-то сказал, потом говорит, меня не так поняли. Человек должен брать ответственность за свои слова, и если что-то не так получилось, даже если ты не имел в виду, всё равно извинись, потому что не надо было так говорить. Услов должен быть надо говорить чётко, смысл должен быть определённый, да, у слов. Это понятно. Здесь немножко о другом, да. Здесь немножко о другом. Человек говорит так, чтобы его поняли в одном смысле, да. А потом он говорит, да. А если бы прислушались немножко по-другому, поняли мои слова, так я вас не обманул, я вам всё сказал, да. Казнить нельзя помиловать, да. Вот, что-нибудь такого плана, да. Что-нибудь такого плана, да. Он сидит в засаде, он сидит в засаде, в каком-то скрытом месте, да, закрытом месте, так что его не видно. Хацер – это, как правило, двор огороженный, но здесь это скрытое место за изгородью какой-то, где его не видно, да, в эмистарим, в скрытом месте. И о рогнаки убьёт чистого, то, что нам царь Шламон говорим, да, человека, который старается быть чистым в своих делах, честным, да, скажем, расплачиваться вовремя, не задерживать, не задерживать выплату, да, не, вот, он, ну, не только, это, естественно, да, который честно ведёт себя, да. Именно на него он обрушится, с ним меньше, его легче притеснять, с ним легче иметь дело, его легче обобрать, чем человека, который крутил у известного, да. И о рогнаки убьёт, здесь можно взять, а берёт, да, набросится, уберёт, убьёт, может быть, не буквально уберёт, а обчистит, а берёт человека чистого, наки, да. И наф ле алиха яцпону, алиха, здесь это трудное слово, его по-разному, как бы, есть кри-уктив здесь, да, простое понимание, которое даёт Раши человек, человек слабый, человек слабый и беззащитный, да, и он высматривает людей слабых, беззащитных, яцпону, да, он высматривает их, да, где вы мне, где вы мне уходите, ухватить, с сильными подобными себе он не связывается, да, по крайней мере, по мере возможности, да, он не связывается с ними, он смотрит, где мне ухватить, где послабее найти слабое место, да, как говорят, вот, Яробами Стар, Кеарье, да, Давид, как бы, жалуется Всевышнему, да, вот это, как бы, ну, это то, что происходит, да, жалоба, как молитва, да, надо положить этому конец, да, Яробами Стар, он сядет в засаду, как лев, да, высоко, в чаще, да, в чаще, возле Ярдена были чаще, да, да, и там водились львы, да, и они иногда могли быть настоящим бедствием, да, для жителей тех мест, да, лев садится в чаще, в засаде, да, как вы знаете, там пригибается, да, его не видно, Яров, Яров, Лахтов, Ани, да, и опять тот же мотив, да, он ставит, ставит засаду, сидит, как лев в засаде, ставит засаду для того, чтобы схватить бедного, да, Яхтов, Ани, Бимачхо, Берешто, да, схватит его и поволочет его своей сетью, да, тут понятно, что здесь образы перемешаны, лев не пользуется сетью, да, но его называют, как бы, и сразу и львом, и охотником, птицеловом, который ставит, ловушку, сети, да, сети, да, этим образом пользуется и царь Шламов, Мишлей, тоже в первой главе, да, он говорит, что, вот он-то как раз говорит, что Всевышний спасает из сети, здесь вот ловушка, и, как бы, такой образ вырисовывается, что это птицелов, да, и лев, и птицелов, то есть сам сидит в засаде и расставляет ловушку, как вы говорите, да, наклоняется, наклоняется, пригибается и падают несчастные от силы его, да, Давид из Украины, вот Ке, Исоа склоняется, да, можно сказать, приседает, да, и склоняется, то есть это движение такое льва перед тем, как он бросается на добычу, да, Венафальба отсмотав, и он обрушивается на его кости, он крошит его кости, то есть до конца, Хелкаим, то же слово, немножко по-другому написано, человека слабого, человека беззащитного. Примерно та же мысль некоторым добавлением, да, он нам говорит, что он говорит, когда он все это проделывает с бедным человеком, когда он крошит его до кости прямо, да, он говорит так, да, Амар, или Бог, говорит в сердце своем, да, может быть, он и не говорит, но это в подсознании у него сидит, да, это в подсознании у него сидит. Шахах, Эль, забыл Бог, да, Бог не помнит мои дела, все эти дела он не помнит, да, и никогда не заплатит мне, не накажет меня за это, и я буду продолжать, я же вижу, да, сделал раз, другой, третий, у меня уже как бы, да, система эта в жизни, да, шахах, Эль, да, Бог забывает, Бог не наказывает, да, истир панап, Бог спрятал лицо свое, да, баль раа, и вообще он не видел, да, вообще не видел. Баль раа на насах никогда не увидит, да, никогда не увидит, в будущем не увидит, да, да, то есть здесь момент будущего, на будущее, да, Кума Гаше, да, и Давид кричит, Кума Гаше, встань, Всевышний, да, Эль, сая, дэха, поднимь, Бог подними твою руку, да, Альтишках, Альтишках, Ани, не забудь людей бедных, или людей скромных, да, не забудь их, да, ты единственная, часто, ты единственная их защита, нет у них другой защиты, да, они не собираются, они не выстают против своих злодеев, они не делают такие же козни, да, потому что, потому что не могут, или потому что не хотят, да, ты, Бог, ты их единственная защита, да, подними твою руку, не забудь людей бедных, Альмениетс, Раша, Иллоким, Амар, Белебо, Лоти, Дрожь, да, потому что, как, как Маше говорит Всевышнему, зачем же, зачем же будут говорить египтяне, да, что ты не смог ввести народ в землю Израиля, да, такой молитвой он заступается за народ, который совершил грех золотого лица, и который Всевышний, как я говорю, их уничтожит, да, угрожает, конечно, не уничтожит, но Маше говорит Всевышнему, да, ты их уничтожишь, а что египтяне скажут, да, они скажут, что ты ничего не можешь, да, что ты вывел народ, ты не можешь войти ввести их в землю, да, так же и Давид здесь говорит, зачем же, зачем же ты ждёшь Всевышний, подними уже свою руку для того, чтобы нанести удар, да, иногда даже удар не надо не носить Всевышнему, достаточно замахнуться только, да, поднять свою руку, да, и не наносить удар, да, уже всё, как бы, в мире становится на свои места, и уже злодеи его боятся, и злодеи не могут больше злодействовать, если он только поднимает свою руку, да, и Давид говорит, альмейный Эдз, Раша, зачем же, зачем же злодею не Эдз говорить отвратительные слова, оскорбительные, неправдивые слова, да, Раша и Луким, о Всевышнем, зачем же, или, скажем, зачем на адс это ванзил, да, зачем же ему, как бы, колючку тебе всё время в глаз, да, вот, Всевышнему злодею, зачем ты позволяешь злодею колючкой тебе колоть в глаз, да, Раша и Луким, почему колючкой колет злодей Всевышнему в глаз, да, Амар Галибо, он говорит в своём сердце, лоти дрожь, никогда Всевышний не взыщет, да, Раата, Киата, Амаль, Киата, Амаль, Укааста, Бит, Ла Тедми, Адха, Алейха, да, Видел ты его, смотришь ты на несправедливость и злобу, да, Амаль, Укааста, Бит, Ла Тедми, Адха, Алейха, да, чтобы воздать рукой своей, да, Ла Тедми, Адха, Алейха, воздать рукой своей, Язов, Юлха, Итом, Ата, Аита, Озе, да, Язов здесь поможешь, да, ты помогаешь, или ты всегда помогал, может быть, да, сироте, сироте, да, был ему всегда в помощь, Азов, да, иногда употребляется как помощь, да, и здесь по-русски в этом плане правильно перевернуло, да, Язов, Юлха, ты бессильному помогаешь, ты бессильному помогаешь и в помощь, в помощь сироте, да, да, пожалуйста, да. Может быть, Давида действительно восхищают, но можно ли умолить Бога? Умолить Бога? В каком смысле? Умолить молитвой в смысле? Прежде всего, молитва никогда не бывает напрасной, да, молитва всегда приносит какой-то результат, может быть, не мгновенный, может быть, не тот, который человек вот хотел бы, да, вот, но молитва никогда не отвергается Всевышним, Всевышним он всегда что-то, всегда то, что делает, да, всегда что-то делает, да, он слышал. Это что, эмпирически установленный факт? Эмпирически у нас ничего нет, у нас все есть пророчества, это Шламуаммелихка, Шламуаммелихка, в Торе это есть, да, Ваишма на Акатам, Всевышний услышал даже их стенание, они даже словами еще не сформулировали, да, но они стенают, им плохо, то, что человеку плохо, да, это в глазах Всевышнего иногда хорошо, потому что есть человек, который привыкает к своему положению, даже тяжелому, даже к рабскому, и ни на что не надеется, и для него это положение уже норма, но если они стонут, да, им плохо, да, Всевышний Ваишмана, Катам, Всевышний услышал их стон, а Всевышний слышит, да, тем более молитва, если они просто стонут, не согласны с тем положением, в котором они оказались, уже хорошо, да, молитва, то, что человек говорит Всевышнему, никогда не отвергается, естественно, если она идет от чистого сердца, если это не претензии злобные ко Всевышнему, если это не отвержение Всевышнего, да, а вот претензии такого плана, когда человек хранит веру и спрашивается Всевышнего, почему, да, такие молитвы не отвергаются, не уходят и не остаются пустыми. Эмпирически у нас ничего нет, у нас все идет из пророчества, да, эмпирически проверить что-либо трудно в наших делах, да, как Рамбам говорит Маймонин, да, эмпирически доказать, эмпирически доказать сотворенность мира из ничего, возникновение мира из ничего невозможно, да, это предмет веры, эмпирически это невозможно доказать, да, в наше время приблизились к этому, приблизились к понятию большого взрыва, Рамбам даже не мечтал об этом, да, вот, но все равно, как бы эмпирически доказать сотворенность мира из ничего невозможно, вот, из сингулярного атома еще, может быть, как-то, а из ничего невозможно, да, вот, есть много таких моментов, которые доказать невозможно, да, вот, например, вот, например, скажем, Леавдин, да, Кант, вот, ввел понятие, может быть, не он, но он его использовал, чтобы понятие антиномия, да, недоказуемое, недоказуемое эмпирическое, вот, главная антиномия для него – это существование Бога, да, для Канта, не для нас, а для Канта, да, вот, он привел пять доказательств существования Бога и пять опровержений, как были другие доказательства несуществования Бога, да, вот, по этому поводу, как вы помните, Волан сказал, что, да, воля ваших профессоров вы что-то не то придумали, да, не сусуспитно, но, с антиномиями, сами греки, да, антиномия, да, это гречес, это вы правы, да, 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 это вы правы, это не Кант, это, да, да, он просто развил это, да, в критике чистого разума, он развил понятие антиномия, но изначально это греки, вы совершенно правы, да, да, давайте мы здесь досмотрим, попробуем, да, посмотреть этот психологический трактат в нескольких строчках, да, швор зро раша, Давид призывает, да, сломай мышцу злодея, да, силу злодея, да, вырати дрожь, и взыщи, взыщи за зло злодея, да, бальтимца, и взыщи так, чтобы нельзя было найти, чтобы ничего не осталось, не взысканным мне, чтобы заплатил ты ему мера за меру, за всё, да, Ашем Мелиху Лам, Всевышний Вечный Царь, Ламбет, Вечный Царь Мира, а в другое Мерцо, да, пропадут народы из земли его, да, и тут мы понимаем, что у Давида есть ещё один плац в этом псалме, да, он говорит о чужой власти, да, или о власти, которая похожа, похожа на чужих, это очень как бы тоже, после такого, скажем, псалма, очень замечание, которое нужно очень много обсуждать, на самом деле, да, Авду, да, взыщи за злодея, да, Авду, Гои Мерцо, пусть пропадут Гои народы из его земли, да, что здесь можно представить себе, да, еврейская власть, за редким исключением, да, она строилась совершенно по другому, по другому принципу, скажем, или не было, не было борьбы за власть, не было, не было, скажем, ну, я очень осторожно говорю, потому что это требует изучения отдельного, да, всякий раз, когда была борьба за власть жестокая, с убийством, с брата, с убийством родственников, братьев, да, это было влияние, влияние извне, чужое влияние, да, скажем, если мы возьмем, если мы возьмем Аталию, да, в Южном царстве, который убивает и своих сыновей убивает, да, для того, чтобы властвовать, да, откуда она? Она из Северного царства, из дома Ахава, да, который давно уже породнился с, через Изевель породнился с Цором, да, и это, это чужое, это не свойство, она может быть даже, Аталия, может быть, она и еврейка, но она пришла из дома Ахава, пришла оттуда, где совершенно другие понятия, в частности, понятия о, о власти, в этом плане надо говорить, скажем, можно говорить о хашманаях, да, хашманаи, которые утвердили власть праведную, справедливую, похожую на принципы, на которых правил Давид, да, в поколениях, на поколениях, подвешившись влиянию, подвешившись влиянию эллинистического мира, да, потомки хашманаев, превращаются в людей, которые борются за власть, не боятся поднять руку на своего брата, на своих братьев, на евреев, устраивают междоусобные войны, да, это всё влияние чужого мира, чужой культуры, да, той же гордыни, которая проникает, той же совершенно ложных приоритетов, ценностей, да, и поэтому Давид здесь как бы раз, одной зарисовкой он рисует и говорит, да, это, говорит, всё не наше, это всё чужое, если есть такие злодеи, они научились этому у народов мира, этой вот гордыни своей, понимаете, хвалиться тем, что вот они, как они, как они провели время, сколько они потратили, да, в ресторане, да, это, это не наше, это пришло откуда-то, это зараза, да, зараза, которая проникла в нашу среду, да, особенно касается, как бы, эшелонов власти, да, авду, гой, мярцо, пусть пропадут народы, да, из твоей земли, гой, это тот, у кого есть идея какая-то, да, идея, привычки, особенности национальные, это выражается словом гой, авду, гой, мярцо, таавата, навим, шамата, услышь, да, желание, страстное желание людей скромных, на Гашем, Тахин, Гашем Тахин Либам, Тахшив Ознеха, да, Всевышний, укрепи их сердце, да, и пусть, ну, что ж такое-то, я все время забываю его выключить, берусь к музыке, я прошу прощения, это жена, алло, да, да, она мне предупреждает, что идет снег, и чтобы я заканчивал, трогался тому, иначе я не смогу подняться на нашу гору, по моему уважительную причину, чтобы позвонить, правда, так что, вот, да, но все равно, мы все-таки хоть закончим, да, это очень важная мысль тоже, да, вот, и Таавата Навим Шамата, да, упрочи, ты слышал жалобы бедных, несчастных, скромных, упрочих сердца, открой свои уши, как бы, лишь под етом, в идах, в идах, чтобы судить, на посуду, поступить с итом, ну, сирота и притесненный, валью сиф от лароц, энуш менга адыц, чтобы больше не был, ариц, как это сказать, тираном, да, чтобы не было больше тирании человеческой на земле, чтобы человек не был тираном на земле, да, чтобы человек не был тираном на земле, вот, ладно, ну, я все равно готов ответить на ваши вопросы, если есть что-то, то, пожалуйста, так, будем надеяться, что. Последние слова, как раз, и о задаче, потому что столько было, наверное, 2000 лет назад, и после, и сегодня, все равно, это есть. Может быть, мы не, может быть, мы не замечаем иногда, когда все-таки Всевышний, убирает тиранов, да, у Рав, у Рав Кука, у Рав Кука есть такие тяжелые слова, как вы знаете, которые не все правильно понимают, что каждый раз, когда происходят небольшие войны, да, то приближается, приближается время Маши, да, и уходит, Эдзмирата Рецимон пишет, да, это время обрезания тиранов, да, мир постоянно продвигается к все меньше и меньше тирании, хотя бы в этом плане, если мы там, скажем, возьмем, да, то сегодняшнее правление, сегодняшнее притеснение людей невозможно сравнить с тем, что было раньше, хотя бы в этом плане, да, но мы понимаем, что нам важна наша жизнь, да, наше время, что мы реагируем на ту справедливость, которая вокруг нас, да, тут можно только сказать, когда нет, есть обязанность, да, бороться за правду и справедливость, но если такая ситуация, что ты не можешь сделать, да, надо молиться, на этой оптимистической ноте мы давайте закончим.